В далеком 1969 году команда астронавтов НАСА в составе трех человек, Нила Армстронга, Эдварда Олдрина и Майкла Коллинза высадилась на поверхность спутника нашей планеты. Вокруг этой миссии ходит много слухов, включая и версию о полной инсценировке полета, но сейчас не об этом. Совсем недавно администрация президента США Дональда Трампа заявила, что уже в 2024 году аэрокосмическое агентство вполне может организовать повторную высадку на Луну. Однако этот амбициозный план может столкнуться с рядом проблем. Все дела, как и пять десятилетий назад, в космической гонке. Дело в том, что аэрокосмические компании Китая неуклонно приближаются к тому, чтобы также высадиться на Луне. Причем руководство Поднебесной заявляет, что они готовы сделать это уже в середине 2030-х годов. Я уверен, что в ближайшие 10-20 лет мы обязательно увидим китайского астронавта, который высаживается на Луну, говорит Кристоф Бейши, исследователь Лондонского института космической политики и права. Американское аэрокосмическое агентство делает ставку на то, что ему могут помочь многочисленные партнеры, которые возьмут на себя некоторые важные задачи, вроде проведения различных экспериментов по посадке на Луную поверхность. Еще в мае этого года НАСА подписала контракты с тремя компаниями, каждая из которых проведет до 14 экспериментальных полетов на Луну с целью тестирования небольших роботизированных посадочных модулей. Например, одна из фирм, Orbit Beyond of Edison намерена отправить к Луне летательный аппарат уже в третьем квартале 2020 года. Зонд доставит некоторые инструменты и модули для изучения Луны, в том числе и для мониторинга уровня космической радиации. В течение следующих нескольких лет частные компании будут продолжать отправлять на спутник Земли десятки лунных зондов. Однако и у Китая все не так гладко. Несмотря на весьма амбициозные планы и успехи в лунной программе, КНР все еще не имеет достаточного опыта в столь длительных космических путешествиях и не имеет, даже на бумаге, технологий для посадки и взлета лунного модуля. Но и про создание ракеты для этой миссии не стоит забывать. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео.